итак доброе утро дорогие друзья всем доброе утро и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору пища для души выполняем волю всевышнего в общем занимаемся самой полезной в жизни деятельностью это для которой создать человека который бог создавал мир чтобы человек приближался к богу служил всевышнему соединялся со всевышним и дал для этого инструмент инструмент это тора тора это как разговор бога это знание всевышнего что он хочет от человека дальше в начале он хотел от всех людей потом от ноаха остался один человек потом после поток по от ноаха люди опять отходили от всевышнего и авраам авраам он бах соединился со всевышним и бог сказал твои дети у наследую землю и потом через несколько поколений появился в рейский народ и и что и потом когда всевышний водила в рейский народ из египта он дал ему тору и мы сейчас изучаем тору сенайское откровение и значит изучаем стараемся понять как служить всевышнему так хорошо начнем мы с того что разберем вчера помните я обещал позавчера я обещал вчера у меня не получилось спросить у кого-то из знающих раввинов по поводу лота как лог как лот мог так поступить племянник авраама когда вздоме в городе с дом всевышний уничтожал решил уничтожить с дом и послал ангелов эти ангелы они были виде людей и пригласил лот и себе домой и потом когда жители города пришли и сказали давай мы сейчас их познаем сказали они он им стал не делайте зла этим людям они же пришли ко мне в гости лучше возьмите моих дочерей двух и делайте как хорошо ваших глазах страшная ситуация вообще страшное нелогично непонятно то есть жители с дома и так раз называется садомиты садомиты их так называют те которые насилуют мужчин значит пришли изнасиловать мужчины а он им предлагает вместо мужчины отдает своих дочек и значит ну непонятно вообще непонятно если он хороший добрый человек если он садик праведник как показывает первый поступок он хочет спасти двух путников то какой ценой ценой отдать своих дочерей непонятно не водите нету в этом не но непонятно вообще как это все работает и вот значит получается получается что что непонятно было мне пришел я крови на равнер коэн и говорю раф коэн вот объясните пожалуйста он говорит ты знаешь говорит это твой вопрос очень глубоко разбирает разбирает абарбанель равдон ицкак абарбанель равдон ицкак абарбанель он был во времена когда было изгнание из испании евреев 1492 год и он был в то время министр финансов и ему предлагали остаться он ушел он ушел значит из испании вместе со всеми евреями которые оставили все имущество все дима разрешили только взять с собой детей и значит сказали или принимайте христианство или уходите и более 300 тысяч евреев во главе с равом дон ицкаком абарбанелем они ушли ушли они и вот представьте вот они идут оставили евреи жили к тому времени в испании уже больше тысячи лет они занимали там положение лучше чем евреи сейчас в америке то есть они были полностью ну очень богатые очень успешные влиятельные и тут вдруг вот это вот царица изабель ее звали и земель и завели так как изабель и земель и лизавета по-русски у нее был ее личный духовник это был еврей крещеный еврей и он начинает против евреев качать вот 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 чем он ее настраивает она мужа настраивает и они сдают указ что тот кто не примет такого-то числа значит христианство значит все изгоняется из испании и что интересно они же пользовались григорианским календарем а когда посмотрели на число указа знаете какого числа это было это было 9 ава день разрушения первого храма день разрушения второго храма 9 ава значит и 300 тысяч евреев ушли и вот представьте ситуацию почему сейчас так именно об этом вспомнил вот сидит равно ныцкак об армонели думает вот тура да вот тура вот тура это я получила от папы папа получил от папы папа от папы так до синайского откровения до ваши Rabe no но или же много мест который не сходится вот например это место слотом но не сходится но непонятно но что-то не понятно и когда у человека есть миллион долларов которые надо оставить ему это непонятно становится настолько непонятно что он думает, а может это неправда. То есть у него внутри есть огромный мотив сказать, что что-то с Торой не так. И Равдон Ицкак Абарбанель да, будет здесь, на этой странице, но не в 10 утра, Яков, но да очень спрашивает про деньги. Значит, деньги это важная такая часть жизни человека и интересно, что Равдон Ицкак Абарбанель был министр финансов, а главный рав тогда Испании, не помню, как его была фамилия, он принял христианство. Он сказал, мне не хочу уходить, он был старенький уже, принял христианство и умер сразу же. Представляете? Умер. Вот, теперь а Равдон Ицкак ушел? И пока он шел, он на все эти сложные вопросы, он получил ответы. Значит, какой здесь ответ? Спрашивает меня Равкоин. Вот ты, когда читаешь этот текст, вот как ты себе представляешь, что пришли жители с дома, собрались вокруг дома Лота и говорят, дай нам этих людей, мы сейчас их познаем. Что ты себе представляешь? Я говорю, ну, хотели их изнасиловать, все. Он говорит, смотри, вот когда, например, они не хотели их изнасиловать, у них были законы, это были люди, которые жили по определенным законам. Это были законы зла, но это были законы. И по этим законам, значит, они хотели им сделать публичную казнь через изнасилование. То есть, это не все собрались там, насильники. Они все собрались на публичную казнь, потому что в доме не пускали туда путников. Путников туда не пускали. И они хотели, не все они хотели изнасиловать. Это не было, что они все прибежали, давайте сейчас устроим это двух мужиков изнасилование. Нет, они хотели их публично казнить, устроить публичную казнь. До сих пор, если вы погуглите, в Раме, когда вешают кого-то на виселицах, то собираются тысячи людей, смотрят, ну, такое у них развлечение. Это было у людей, которые недобрые люди, да? Это всегда было публичные казни, они вызывали у них какой-то очень большой интерес. Например, целый построили римляне Колизей, где в Колизее у них были бои гладиаторов до смерти, да, они убивали, зверей на них пускали, водой топили там. Ну, то есть такие римляне были очень идолопоклонники. Теперь жители из дома, они хотели устроить групповую казнь через вот этот садомиты, да, через изнасилование. Теперь Алот говорит, возьмите моих дочерей. Когда мы говорим слово возьмите дочерей, что мы представляем себе? Так мне объяснил Равин. Мы представляем себе возьмите, значит, то же самое. Взять женщину, это как взять ее силой. Но у них же были законы. И по закону в древнего мира от того времени он мне показал, до этого было написано, что другие две дочери Лота уже были замужем. И взять женщину замуж называется лакахат. Взять женщину замуж. И он когда говорил возьмите моих дочерей, он не имел ввиду возьмите и изнасилуйте. Он говорил возьмите моих дочерей возьмите замуж. У меня есть две прекрасные дочки. Давайте лучше сейчас сделаем две свадьбы. Он говорит давайте сделаем вы пришли вам нужны зрелища. Значит вам нужны вы собрались уже давайте сделаем другое. То есть он им предложил нет то же самое сделайте с дочерьми. Когда он сказал возьмите дочерей он имел ввиду совсем другое. И привел мне Равин хороший пример что когда человек приходит в магазин и говорит ну раньше были такие магазины универсальные он приходит и говорит ищу себе хорошие туфли праздничные туфли. Значит а у хозяина магазина нет праздничных туфлей. Но у него есть вместо праздничных туфлей хорошая сковородка. И он ему говорит слушай праздничные туфли тебе нужны. Так зачем тебе эти праздничные туфли? Давай лучше сковородку купи. Праздничную сковородку. Все вот тебе праздничная сковородка и будем ужать даже не праздничная сковородка просто хорошая у него была сковородка. Он значит вот как Березка магазин да раньше были чековые нету туфлей но есть сковородка давай купи сковородку. И Лот хотел их с дочками он хотел их переключить на совершенно другой процесс. Но мы когда считаем мы когда читаем текст там же и текст это идет это как как оглавление письменная Тора она была всегда с как бы с устной рядом да есть очень много преданий Медрашим и так далее и мы читаем значит они пришли дай нам этих мужиков мы их познаем каждый себе думает мы их познаем значит будет групповое изнасилование нет мы их познаем то есть мы кто-то познает кто-то посмотрит дальше а он им говорит не лучше возьмите дочек мы думаем ну возьмите дочек то же самое нет возьмите замуж дочек моих давайте лучше свадьбу сыграем чем вот этими глупостями заниматься так Лот хотел их отвлечь вот ответ на этот вопрос который я вчера получил нет у него были две дочки которые замужем с мужьями и были две дочки не замужние это те дочки о которых говорилось вчера которые потом с ним вместе ну от него потом родили у него были дочки которые остались в доме которые со своими были мужьями А были дочки незамужние, которые вместе с ним пошли? Это были те незамужние дочки. У Лота было много дочек. Хорошо, двигаемся дальше. Все, с этим вопросом мы разобрались. Сегодня нам говорится о, начинается с того, что, значит, маленькие такие, вначале идут маленькие мысли Любавичского Рэбе, которые он, это как раз он мне сказал, что это Равдон Иска-Кабарванель такое. Ну вот это его было, его был ответ на этот вопрос. Значит, сегодня мы изучаем, вначале Рэбе Любавичский дал несколько идей, которые идут до недельной главы. Первая идея такая. Он говорит, что душа человека, она дожидается возможности спуститься в материальное тело, потому что она хочет, душа, набрать сил в этом мире внизу для того, чтобы соединиться со Всевышним на другом уровне. То есть души там, они уже находятся в статичном состоянии. То, что они сумели для себя создать в течение жизни, духовный потенциал, зарядить батареи эти, знаете. Вот я утром просыпаюсь, у меня часы показывают заряд, называется бодибаттери. Они как-то определяют, насколько я за ночь отдохнул, насколько заряжено мое тело. Бывает поздно лег, плохо спал, там просыпался, просыпаешься, тело не заряжено, там заряд батареек 25. Бывает хорошо рано лег, хорошо поспал, просыпаешься 75. И в течение дня, смотря чем ты занимаешься, батарейка потом садится. Так вот душа, когда ты в этом мире находишься, у кого-то душа учила Тору, делала добрые дела, молилась, благословляла Всевышнего. И душа зарядилась этим духовной силой через выполнение заповедей. И значит человек попадает в раю, в отличный там пятизвездочный отель и там значит отдыхает. А у кого-то душа, она в течение жизни занималась только тем, что она всем вредила, завидовала, там сплетничала, пыталась заработать, деньги теряла, судилась, теряла, находила. В общем жила такой очень сложной духовной жизнью, связанной полностью только с проблемами этого мира. И когда человек умирает, но при этом сделал там одну-две заповеди, был один раз на уроке в ВАИКРА или даже не был, но поделился этим уроком с тем-то из друзей, а этот друг, он значит каждый день начал ходить на уроки. И когда душа туда приходит, значит ему говорят, вот у тебя есть большая заслуга, какая? Ты послал урок ВАИКРА кому-то из друзей, знакомых, он потом начал соблюдать заповеди, женился, родил восемь детей, дети начали соблюдать. Получилось, что ты был причиной появления большого божественного света в мире. Поэтому тебе, вот тебе пожалуйста, вот видишь там в раю трехзвездочная гостиница, вот видишь за ней там, вот там за ней есть небольшая будка. Вот в этой будке, значит ты вечность будешь теперь отдыхать, смотреть как люди отдыхают. Он говорит, я не хочу так, я уже понял, что ценность настоящего пребывания в этом мире, в земном, я хочу значит вернуться, хочу вернуться, потому что я теперь понимаю, что такое рай, что такое духовность. Я теперь буду все в этом мире, я буду теперь, значит очень буду духовным, пожалуйста, пустите меня обратно. Вот это то, что Рэбе говорит, что души некоторые просятся обратно вернуться в этот мир для того, чтобы подзарядить батарейки и заработать себе на более хорошую вечность. Я вспоминаю, как рабонит Хава Куперман, дочка Равзильбера, она рассказывала на женском уроке эту же идею только для женщин. Она рассказывала так, что души там, они по-разному одеты, у них разная одежда в душе. И она говорит, сидит одна душа, а у нее такая даже жилеточка маленькая, не ее размера, и у нее даже рукавчиков нету. А другая душа сидит, у нее красивая такая одежда, все. И эта душа, у которой даже жилеточка маленькая такая, да, она говорит, а я хочу вернуться на землю и заработать себе на красивое жабо. Жабо, я даже такого слова не слышал. Жабо такое, это как с кружавчиками такая рубашка. И чтобы я вечно сходила там красивая. То есть она объясняла, она объясняла, значит, она объясняла по-женски это. Теперь, значит, Милота, смотрите, мы же читаем все на русском переводы. Надо помнить о том, что никакой перевод не может передать, передать сущность слова, которое, слово написано это на иврите. Слова, на которые Тора написано на иврите. А переводы делаются на русский. Причем переводы делаются, иногда, я вот читал несколько переводов Мишлей, притчи на старославянский вообще язык. Вообще непонятные слова, которые, как переводят эти слова, вообще непонятно. Поэтому в оригинале вписывается. То есть мне показал Равин, очень хорошо вписывается, потому что он сказал... Ну, то есть мы сейчас не будем дальше продолжать. Это объяснение в оригинале, оно вписывается в текст нормально. То есть нормально. Оно не очевидное, но вписывается. Дальше. Дальше говорит Любавич Стеребе как раз про Кабалу. Очень хорошая идея. Он говорит так, что не существует, он говорит, двух Тор. Одна для мистиков, другая для законоведов. То есть есть Тора, которая говорит простым языком о простых вещах. И о вещах очень прозаических, которые... Вот законы, надо выполнять их в деталях. А есть Тора, которая говорит о душе, о уровнях души, о том, что праведник... Вот тоже сегодня такая есть идея. Что праведник, когда он умирает... Вот есть праведник, да? Вот я учился... Я сейчас сегодня это прочитал и понял очень много о своей жизни. Я когда-то учился у Рав Ицкак Зильбера. Он был великий праведник. То есть это был человек, который был с Богом вот просто одно... Не знаю, сказать одно целое, да? У него был один вопрос вот во всем. Один вопрос каждую секунду жизни. Что Бог от меня хочет? И он был самоотверженный. Невероятно. То есть у него другого интереса в жизни не было. Только служить Всевышнему. Он такие испытания проходил. И всегда веселый, всегда радостный, всегда счастливый. И счастливым было только выполнять волю Всевышнего. Настоящий праведник. Я когда с ним общался, то просто вот бывает... Я потом уехал жить в Петахтику, в другой город. Но вот бывает там день-два батареи эти духовные заряжены. Потом значит что-то не так, что-то не то. Настроение не то. Как-то теряешься. Я ехал к нему на урок. Приезжаю к нему в Иерусалим на урок. Значит дома, у него был урок такой дома. Заходишь к нему и все. И попадаешь в другую реальность. Просто вот духовный свет, сияние. И значит все. Буквально даже не надо было вопросы никакие задавать. Вот почему-то сразу проясняется в голове. Все тебе понятно. Все смысл жизни, служение Всевышнему, заповеди, Тора и так далее. Теперь он умер когда. Говорится сегодня в Тане на сегодняшний день, что Цаги, когда уходит из этого мира, он же поднимается сразу в самые высокие миры. И там он дальше, так как праведник он обычно оставляет после себя не одного человека, которого он приблизил к Торе, а десятки, десятки, сотни, иногда тысячи людей. То его положение души не статичное. Потому что те люди, которых он приблизил к Торе, к служению Богу. Эти люди, делая заповеди и вырабатывая духовную энергию, они передают часть этой энергии тому праведнику. И каждый раз, когда мы про него вспоминаем, вот там Равыцкая Зильбер, Равыцкая Зильбер, книга «Чтоб ты остался евреем на русском языке», рассказы про него. И все, кто с ним когда-либо сталкивались, они продолжают без остановки вспоминать его и рассказывать своим детям о том счастье, которое удостоились, находясь рядом с ним. Говорит Любавичи, здесь это не Любавичи, альтера Рэбе в Тане, он говорит, что когда цадик, чем он выше там поднимается в раю, то тот след, который он оставил в душах и в сознании людей, он тоже меняется. И он наполняется совершенно новой духовной силой. То есть идет эта связь в две стороны. Ты когда вспоминаешь о нем и делаешь какие-то дела, ездишь там на могилу к праведникам, принято ездить, и молишься там, ты даешь силу ему, но когда он поднимается там на следующие уровни, его душа неэстетичная, она поднимается там выше и выше, то тот след, который он оставил в душах людей здесь, он этот свет наполняется другой энергией, другой силой духовной. И поэтому вот эту связь с праведником, если кто-то еще не установил, надо установить, обязательно нужно найти такого человека и присоединиться к нему, ну вот каким-то образом присоединиться. И значит, и все, потому что без этого, конечно, Тора, которую ты получаешь из книг, она хорошая, она крутая, но все равно должно... В Талмуде прямо вначале написано, в Брахот, шимуша шель Тора, то есть шимуша это как взаимодействие с Торой, иотерк дола милимуда шель Тора, это выше по уровню, чем изучение Торы. То есть вот этот личный контакт, он, конечно, он просто необходим. Значит, мы сегодня, ну давайте чуть, еще пять минут поучимся, чуть больше. Значит, сегодня в недельной главе мы читаем отрывок, который продолжаем читать главу Ваера, и в этой главе рассказывается о том, что когда у Авраама, ему было сто лет, родился у него сын Ицхак, это известно, и сказала Сара, смех сделал мне Бог всесильный, каждый, кто услышит об этом, будет смеяться. Значит, само имя Ицхак переводится «будет смеяться», это глагол на иврите. Вот кто знал, значит, меня бы на русском, если бы переводить мое имя, назвали бы «гражданин будет смеяться», то есть, представляете, кто приехал в Россию, паспорт такой, приехал, будет смеяться Пентусевич, так, интересное имя, будет смеяться. Ицхак переводится имя «будет смеяться», значит, и вот из этого момента, когда Бог сказал Аврааму, что будет у тебя ребенок, назовешь его Ицхак, Сарий сказал, будет Ицхак, и, значит, мы видим, что Всевышний, Всесильный, Творец Мироздания, у него очень хорошее чувство юмора, и вообще этот мир, который он создал, этот мир очень, вот если с этой точки зрения посмотреть, вот Всевышний, да, он Всесильный, он мог бы сделать все, что угодно, он мог бы нас сделать ангелами, птицами в виде медведя, мог бы сделать нас черепашками какими-нибудь, но с пальцами, то есть, это же Всесильный. Но он сделал Мироздание таким, каким сделал, и мы видим вот из начала, когда мы изучаем книгу Берешит, в начале, да, она переводится на русский, в начале сотворения Мироздания, мы видим, как Бог изначально вот он создавал эту всю систему. И он, мы видим отсюда, что Бога есть чувство юмора, и он сказал, что назвать надо сына Ицхак будет смеяться. И дальше, вот как раз это тоже отрывок второй, значит, и сказала, кто, кто говорил Аврааму, что будет кормить грудью сыновей Сара, и я ему родила сына в старости, представляете, то есть, мы опять же видим, что тот, кто соединяется со Всевышним от всего сердца, и вот по-настоящему, да, то есть, не, мы все живем в рамках какой-то формальной системы, которая вообще непонятна, она меняется с каждым поколением, и в каждом поколении люди думают, что они знают, как работает мир, это удивительно. Раньше люди с такой же уверенностью там говорили, земля плоская, я же вижу, потом они говорили про там какие-то коммунизм о коммунизме, в социализм о социализме, там, сейчас еще о чем-то. По факту, человек живет в истории, которую ему рассказали люди, которые окружали его в момент его рождения, и, ну, в принципе, не знает реальности, то есть, человек живет в иллюзии, все люди живут в иллюзии. И, значит, человек, а что реальность? Вот именно Авраам, он из этой иллюзии, он выбился в реальность, он вышел из иллюзии и соединился с настоящей реальностью, с Богом. А когда он соединился с источником реальности, то откуда создается реальность? То, конечно, когда он уже был там, то можно в 100 лет родить, можно в 90 лет родить, можно, можно все. Но это можно, когда ты уже туда пришел, откуда все, откуда реальность производится. В общем, родила Сара, я кратко сейчас расскажу сегодняшний отрывочек, и, а до этого родила же, 13 лет до этого родила Агарь. Агарь это была дочка фараона, которая жила в их доме, и был старший сын Ишмаэль, который тоже был рожденный чудом. Он был рожден с Сара, она была пророчица, и она именно, Сара была инициатором рождения Ишмаэля. Она отдала, она очень хотела родить, и она хотела родить, и она думала, как же мне сделать, чтобы я родила. И она очень хотела, чтобы у ее мужа Авраама появился ребенок, и она отказалась от своего эго. И она говорит, ладно, пускай будет у Авраама ребенок, вот я, значит, сделаю так, чтобы и отдала сама, отдала свою служанку Агарь в жену Аврааму, да. И Агарь родила, и так далее. В общем, сейчас заслугой этого родился ребенок у Сары, но проблема, Агарь и Ишмаэль, они ненавидели Сару и ее сына Ицкака. И Ишмаэль, который был старше, он хотел Ицкака убить, представляете, хотел убить, потому что это было, ну, понятно, Каин убил Эвеля, старший сын убил младшего. И здесь как раз вот та же схема, старший сын Ишмаэль хотел убить младшего Ицкака. Теперь Сара увидела это, и она сказала, что пришла к Аврааму и говорит, выгони служанку вместе с сыном. Я тебе говорю, представляете, и опять же написано в 11 отрывке, и плохо было очень в глазах Авраама по поводу его старшего сына. Авраам, он был очень добрый, его главное качество было добро. И он, Авраам, и тут ему вдруг говорит его жена Сара, говорит, выгони служанку и старшего сына, представляете. И он, а ему Бог говорит, что ему Бог говорит, и сказал всесильно Аврааму, пусть не будет плохо в твоих глазах по поводу подростка и по поводу рабыни твоей. Все, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, потому что в Ицкате наречется тебе потомство. Так сказал ему Бог. И Авраам, а как вы себе представляете, Бог ему сказал? У него внутри, он это понял, услышал. Но сколько человек слышит у себя в голове мыслей за день? Он слышит у себя 50 тысяч мыслей в день, слышит человек у себя в голове 50 тысяч секунд, секунда одна мысль. И что, какая мысль от Бога, какая мысль от себя, как определить? И иногда человек думает, вот эта мысль от Бога, вот это точно знак. Потом думает, не, может не это знак. То есть Авраам вот в том-то и был постоянный уровень его испытания, отличить свой внутренний голос, который является просто проигрыванием старых мыслей, которые управляются желаниями. И услышать голос Всевышнего, который голос души. И они звучат в одной голове. И отличить вот эти два голоса было очень сложно. В общем, Авраам умел это сделать. Выгнал он Агарь с Ишмаэлем. Говорит нам устная Тора, что Ишмаэль в этот момент заболел. И вот как раз тут мы сегодня узнаем, как Тора относится к злому глазу. Написано так. Значит, положил Авраам Агарь и ребенка на плечо. Почему? Значит, потому что, прям написано это, классический комментарий Раши пишет так. Потому что положила Сара на него Айнара злой глаз. И его сразу же охватил жар, и он не мог ходить. Представляете? Вот вам, пожалуйста. Сара, праведница, пророчица, посмотрела плохо на Ишмаэля злым глазом. И он не мог ходить. Заболел сразу и все. Так что все это есть. Все это есть. Но потом пришел ангел и сказал, что будет с Ишмаэлем тоже все хорошо. И он станет великим народом. И мы видим действительно, что потомки Ишмаэля, то есть арабы, и через арабов весь мусульманский мир, потомки Авраама, они, написано, что будет рука его на всем мире. То есть они держат весь мир, особенно через Нев, держали до последнего времени весь мир очень сильно. Сейчас появились другие источники энергии, и мир выходит из-под зависимости от Ишмаэля. Но сейчас мы уже находимся перед приходом Машеха, и все вообще меняется. Все, друзья, удачи, успехов, хорошего дня, чтобы было у вас все хорошо. И чтобы мы наполнили свою жизнь и мир вокруг нас божественным светом. Все, до свидания.